всем мое почтение друзья и вот появились интересные новости и вот одна из них 4 сентября 2023 года произошла в россии российский разведывательный ударный вертолет к-52 упал в акватории азовского моря в полтора километрах от берега сообщает информационное агентство база из-за тумана вертолет потерпел крушение еще 1 сентября на борту было два пилота их удалось спасти я лично считаю что чем больше в россии будет у таких вот авиакрушений особенно военной техники вертолетов военных самолетов авиации военные будет всему миру лучше и так сказать спокойнее в данном случае летчики выжили и это одна печальная новость из всех тех что я сказал вертолет рухнул восстановлению не подлежит и это очень и очень прекрасно я лично считаю что то тенденция которая происходит у россии в ближайшее время тогда все больше и больше падают самолетов одни падают по техническим причинам другие падают потому что вооруженные силы украины и избивают чем больше их упадет на землю чем меньше авиации в россии тем лучше и это меня радует можно только пожелать чтобы российская армия каждый день теряла по два по три по четыре вертолета это было бы супер и ну и самолетов то же самое чем меньше тем лучше для мира чем меньше и авиации у россии тем лучше это мое мнение 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 простого человека а вы вот что думаете по поводу этой новости напишите в комментариях будет интересно почитать вы согласны со мной или нет и интересная новость еще появилась 4 сентября 2023 года это тот что журналисты благодаря пропагандистам с российских информационных поет помоек выяснили точные координаты противовоздушной обороны рядом с резиденции путина накануне телеканал россия потазал видео строительство пво панцирь с 1 рядом с резиденции в нового агарева точные координаты и геолатацировала радио свобода пво расположена рядом с поселком заречье где ранее в январе уже были размещены эти установки интересные фотографии по сути вся работа которая проводилась по строительству и установки этих противовоздушных оборонительных средств возле путинской дачи сейчас можно сказать что она вся пошла тату на под хвост потому что фактически уже каждый может вычислить где что и как расположено и и или обойти эти рассказать пво или уничтожив их как сказать прорваться на дачу к этому и роду современности путину я все-таки склоняюсь тому что все-таки путина ликвидирует и свои же они пво там а не какие-то беспилотники там или ракеты путина по сценарию должны ликвидировать свои как это будет непонятно но тот что по сути благодаря вот таким вот российским пропагандистам благодаря тому что россия всегда думала и думает что она умнее что она хитрее что она великая все-таки можно даже брать информацию от этих пропагандистов которые по своей глупости сливают даже тот что нормальная какая-то воюющая страна никогда себе не могла позволить слить короче говоря путина ликвидирует или свои или вот такие вот или благодаря помощи вот таких вот глупцов его ликвидирует конечно хотелось что путина ликвидировали пораньше это было бы хорошо и для самой россии и для украины для всех окружающих стран но поживем увидим власти болгарии изъяли собственное управление нефтяной терминал российского лукойла правительство болгарии взяла на себя оперативный контроль над нефтяным терминалом россиянец ранее находившимся под управлением российской компании лукойл парламент болгарии принял решение расторгнуть договор концессии на основании поправки контроля за ограничение чительными мерами связи с действием россии по действие стабилизации ситуации на украине по сути фактически под предлогом того что происходит в украине болгарское правительство воспользовалась и взял это сказать под контроль этот объект но ничего интересно понаблюдать от российских российскую верхушку россию начали бутать и фактически унижать уже все тому не лень все кто хочет вытирает ноги об эту российскую когда-то еще великую машину которая управляется путиным теперь же каждый может себе позволить унизить плюнуть харднуть в эту россию и это все благодаря бездарной и фактически преступной деятельности владимира путина который не только убивал и убивает своими приказами граждан других стран в украине в грузии но и в других странах а и своих граждан фактически приводит тому что россия теряет влияние о мире и фактически авторитет российской власти российского государства стремительно идет нулю астора будет падать ниже плинтуса это лишь мое мнение напишите в комментариях что вы думаете по этой новости какое будущее в россии с такими вот правителями вот я считаю что очень показательная и нужная такая вот новость для всех стран снг вот например в китае задержали мужчину и женщину которые разрушили отставатором участок великой китайской стены сообщает местное здание со ссылкой на бюро общественной безопасности уезда юьюи провинции шанси китая на допросе 38-летний мужчина по фамилии джен и 55-летняя женщина по фамилии ван рассказали что работали на стройке неподалеку от великой китайской стены свой поступок они объяснили тем что хотели сотворить путь работе разрушенный участок стены был возведен во времена правления династии мина 1368 1644 годы по словам полиции задержанные нанесли части сооружения непоправимый ущерба я лично считаю что это показатель для всех стран снг которые фактически власти которых фактически поощряют разрушение памятника в истории вот смотрите какой-то грубо говоря холм не похожий даже на стену а за это людей задержали и им грозит уголовная ответственность а в странах снг в россии в украине разрушаются памятники истории памятники архитектуры памятники просто чудеснейшего строительства и образца строительства и никто не несет ответственность за это просто разрушили сравняли с землей и забыли я лично считаю что китай это та страна в которой стоит поучиться и украине и другим странам снг в данном вопросе о сбережении и сохранении памятников архитектуры все-таки что не говори о китайцах умеют сохранять так сказать свою историю и вот заради этого холмика люди поедут так сказать греть нары в тюрьме так что надо перенимать опыт и в китае и везде где этот опыт правильный и нужный до новых встреч друзья подписывайтесь ставьте лайки комментируйте всем всего наилучшего